Таня, расскажи немножко о проблеме в твоей семье. Ну, проблема у нас, конечно, большая была. То есть муж мой употреблял наркотики. Употреблял достаточно долгое время. До вашей клиники мы никуда не обращались. То есть, как бы, как все родители и жены думали, что проблема как бы решится. То есть, с нашей помощью. Самостоятельно, конечно, у нас это не получилось. Ну, и посоветовали нам вашу клинику. Решили обратиться. Проблема была достаточно, то есть, уже как пиковая, потому что начались проблемы в семье. Начались, началось, то есть, как бы, и воровство было, и уходы из дома, то есть, пропадание на сутки, на трое, то есть. Ну, как бы, и поведение человека, конечно, было ужасное. Понятно. То есть, и оскорбления, и конфликты, да? И оскорбления, и конфликты. В общем, да. А рассказали вам о центре ваши знакомые? Рассказали, да. Мне, как бы, рассказали мои знакомые, то есть, находились на лечении здесь. Находился пациент, он уже лет семь где-то не употребляет, женился, родил ребенка, то есть, все у них хорошо, он лет семь уже трезво живет, все хорошо у него. Ну, и, как бы, еще и мужа-друг тоже проходил лечение в вашем центре. Вот. Ну, прочитали в интернете, просмотрели информацию, ну, и решили обратиться за помощью. Хорошо. Тань, свои впечатления просто о прохождении здесь лечения? Знаете, впечатления очень хорошие. Во-первых, самоотношение даже персонала, как бы, к пациентам и к сопровождающим очень хорошее. Начиная вот с сестры-хозяйки, уборщицы, то есть, медсестры, очень профессиональный подход, психологи, очень хорошо работают. То есть, я считаю, что эта проблема решается с помощью, в первую очередь, психологов, то, что у тебя в голове. То есть, человек должен понять, что, как бы, это для него шанс очень хороший, вот, трезвой жизни. И, конечно, сеансы очень хорошо помогают. Ну, подход мне очень нравится. Понятно. Я знаю, что ты сегодня уезжаешь домой, да? Да. Твой муж остается пока еще на лечении. Ясно. Ну, вот, ты едешь. Вот комплекс каких-то чувств твоих. Ты могла бы их описать? Знаете, конечно, привыкла, как бы, как и все жены, в принципе, тут и матеря своих сынов опекать, как бы, знаете, как и... Ну, вот я уезжаю, честно, с легкостью на сердце. Я его не боюсь оставлять одного здесь. Вы бы и знали, что он не один остается. Я совсем не переживаю. То есть, да, как бы, я знаю, что будет все хорошо. Увидела очень огромные изменения в человеке. Я очень этому рада. Я надеюсь. А в чем вот эти изменения, вот, что ты заметила? Изменения, в первую очередь, в отношении ко мне, к родителям. Он, как бы, вы знаете, как... Было очень много эгоизма. То есть, он не слышал и не хотел слышать никого, кроме себя. Теперь он слышит, он переживает, он... Общается. Общается. Он идет на контакт. Он, ну, очень-очень поменялся после лечения. И я надеюсь, что так и будет в дальнейшем. Хорошо. Тань, может быть, ты что-то бы хотела все равно добавить здесь к прохождению лечения, там, реабилитации? Ну, как в качестве работы с пациентами, так и работы с сопровождающими. Ну, вы знаете, в принципе, что добавить. Я даже не знаю. Мне кажется, тут все, весь комплекс, я же говорю, отличный. Тем более психологи работают ежедневно. Вот, как с сопровождающими, так и с пациентами. И процедуры отличные здесь. То есть, ну, я даже не знаю, что еще. Я бы сравнила это не с лечением, а с санаторием даже. Потому что тут насколько все... Все отлично. Мне кажется, все тут. Хорошо. Ну, может быть, что бы ты могла пожелать тем сопровождающим, которые будут здесь, сопровождающим наших новых пациентов? Сопровождающим я бы хотела пожелать больше здесь, как бы сказать, это не контролировать своих родных. Подопечных. Подопечных, да. Кто здесь на лечении, больше прислушиваться к советам психологов. Очень полезные советы и психологов. И я думаю, что здесь они под опекой очень хорошие. Пожелать еще, ну, больше стараться уже, как бы, доверять своим подопечным. Вот, не так контролировать. И больше здесь, как бы, отдыхать. Больше отдыхать. Набраться сил. Набраться сил. И, я же говорю, после лечения, вот, не только мой муж, я вижу, и другие, как бы, пациенты очень меняются и в хорошую сторону. Как бы, верить, верить, что будет все хорошо. Я думаю, оно так и будет. Хорошо, Таня, спасибо большое.